Так, ну я уже много что рассказал, ну сейчас продолжим. Так, ну границы плюс-минус где-то здесь, то есть можете погулять, походить, примерно где-то, примерно где начинается, назовем это, обрыв, это где-то примерно здесь и есть граница, да? То есть вот там, где у нас идет река внизу, там уже, конечно, не наша. Но это как бы, знаете что, это не территория национального парка, чтобы понимать, территория дальше идет. Это некая межа между как бы домом и вот, скажем, соседями. То есть я видел эту ситуацию так для себя, что вот там вот в углу, внизу, теоретически я бы под себя сделал бы такой, знаете, пацанячий такой сбор, там баньку такую поставил бы. То есть естественно она не будет никак узаконена, потому что это не ваша земля, но теоретически, пожалуйста, тут растут эти всякие хурма и так далее, то есть ну где-то вот здесь, где-то вот здесь. Ну это детально можно поставить столбики, идите сюда, дом без газа, дом на электричестве. Техническая возможность. Да, это локальное очистное сооружение, оно стоит абсолютно у 99% в Сочи, локальное очистное сооружение я имею ввиду. И, чтобы вы понимали, как бы, не знаю, это вообще бояться не надо, просто не надо раз в месяц или раз в два месяца, раз в недельку закинули пакетик за 100 рублей и не забывайте, а там насос автоматически, он там барабанит и все, никаких запахов нет, вы же видите, не воняет, канализация мы стоим, не воняет. Все, стандартный, абсолютно винтовой фундамент, абсолютно стандартный винтовой фундамент, здесь все проветривается. Какой ты уже так строишь? Ну у нас будешь любить бетонные сваи? Естественно, ну, естественно, просто надо же понимать, бетонные сваи сколько денег стоят? Которых штучках. Ну это у вас, это у вас, раз, у нас куб бетона с работы стоит 15 сейчас, куб бетона с работы сейчас стоит 15, поэтому под это... А, да, выпусти, пожалуйста, там сразу же, вот, поэтому как бы здесь, в этом плане, все каркасники у нас строят, и как бы, ну, понятно, что все стоит, здесь продувается, ну, понятно, что надо закрыть каким-то образом фасад, я имею в виду декоративно, да, даже не помню, хозяева объясняли, почему они не закрыли, короче, стоит по тем технологиям, по которым должен стоять, и будет стоять, на наш век хватит, на наш век хватит, можно в конце концов вызвать специалистов, посмотрят. Так, с участком вам все понятно, да? Вопросы? Никаких, да? Вопросы никаких, мне кажется, только оттуда можно упасть. Слушайте, ну смотрите, давайте так, смотрите, история какая? Я, например, внук 4 года. Никуда, он не счет, скатится потихонечку и станет. Значит, вопрос весь в каком? Смотрите, когда земли нету, это проблема для Сочи. Когда она есть, тоже ее нет. Когда земля есть, ее, с ней надо решить, что с ней делать. Мы, я бы здесь, естественно, надо ее террасировать, однозначно, да? То есть, вот у вас есть, грубо говоря, первый уровень, здесь какой-то ландшафтный дизайн, второй уровень какие-то, а здесь, а здесь вы уже сделали. Ну, заборчик там стоит такой номинальный, понимаете, да? Вы можете, конечно, из профлиста поставить там заборчик, если он вам вообще нужен, ну, вы же поймите правильно, кроме медведей, я шучусь, туда никто не придет. Здесь никто не придет, вон национальный парк, вон река, к вам никто не придет, зачем здесь забор? Это, ну, если у вас, как бы, есть финансы, давайте, конечно. Вот, поэтому, как бы, зачем здесь забор? То есть, естественно, этот участок, если его под себя делать, надо террасировать. Для чего? Что вы можете сделать на этом участке? Вот сейчас там растет... Здесь надо посадить плодовые деревья. Нет, ну, если бы он полз, сейчас бы вот эти камни уже посыпались, вы бы увидели. Смотрите, у нас все Сочи, теоретически, где-то чуть-чуть подползает, но мы сейчас находимся с вами не на Ландышевой, там, на улице, не где-то, где там все... Я не знаю, локации, поэтому... Каштаны, 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 каштаны. Я говорю, я просто, мне кажется, что оно должно, все-таки, земля должна туда обсыпаться, то есть, надо, конечно, как-то ее держать, бетонный, да? Нет, все не так, смотрите. Если вы хотите, чтобы этот участок был ровный... Нет, хотя бы, чтобы он не уходил туда. А он никуда не уходит. Нет, если бы он уходил куда-то, этот участок, вы бы сейчас видели, потому что были бы какие-то поползновения, вы бы видели здесь какие-то моменты, понимаете? А он никуда не уходит, видите, какие волны лежат. И за счет этого, именно в том числе, он и держится. А так вам надо ставить, вы знаете, подпорные стены, засыпать это все. Вы представляете, сколько это? Это доработано на 30 миллионов. Я не шучу. Ставить здесь... Нет, ну в этом нет никакого смысла. Стены вообще дорого. Здесь надо просто террасировать участок и посадить плодовые деревья. Плодовые. Вы любите плодовые деревья? Сад, я не знаю, там что-нибудь, там лимоны, апельсины, мандарины, хурму. Любите? Вот там растет, это все хурма. Да, вот. И можно террасировать его, чтобы не ходить вот так вот по склону, вот так не ходить, чтобы. Вам надо просто террасировать и нормально ходить и собирать плоды. Потому что это не ваша земля. Забудьте. Но к вам никогда никто не придет, ее не возьмет, потому что ее невозможно поставить на кадастровый учет и невозможно здесь ничего построить. Здесь заезда нету, подъезда нет. Это вся земля, она как бы этих людей, и она будет их. Это в априори так. Это межа. Может быть он излишне, он работает, скорее всего, здесь просто как сплит. Просто попробуйте полы, насколько, ну или вы это чувствуете, да? То есть везде по комнате у нас разведены электрически теплые полы. Здесь электрик. Смотрите, вот эту часть, еще раз, они достроили самостоятельно. Не знаю, мне очень нравится. Объясню, чем. Во-первых, мне безумно нравятся такие окна. Раз. Мне нравится то, что здесь есть, кстати, посудомоечная машина, это два. Это важно для хозяйки любой. Мне нравится то, что здесь есть выход на вот эту террасу, которую они тоже пристроили. Это три. И здесь, в принципе, посмотрите, вот встроенная техника, холодильничек, открывайте, не стесняйтесь. Посмотрим, заодно, что им люди питаются. Отлично, возьмем себе яблочко. То есть вот это все сделали они. То есть этого не было. А что продают-то? Ну, слушайте, есть деньги, люди хотят переехать в центр и жить в квартире. Все. Малой уже приходит в школу, но, может, не хотят, чтобы он в нашей школе учился. Я, например, как бы не против. Они, может быть, не хотят. Вот. Ну, разве там, знаешь, кто, чего, у кого какие споруды. Это, получается, одноэтажный дом, где-то гостей. Дальше, смотрите, санузел. Смотрите, санузел. Ага, большой, хороший. Вот, отличный. Ой, как здесь жарко. Зайдите, хотите вы этот пожариться? Ага. Санузел. Дальше. Гостиная. Гостиная. Тоже с выходом на террасу. Нет, стоп, стоп, стоп. Подождите, подождите. Да, с выходом на террасу. Тоже с выходом на террасу, пожалуйста, вы попадаете на летнюю. Короче, у меня был клиент, который хотел этот дом купить. Что у него там потом произошло? Он тоже захотел квартиру. Он вообще захотел вот эту стену убрать. Знаешь, как он захотел взять? Он говорит, я хочу, типа, пространство мне надо, жена ему говорит. И он решил, как бы, знаешь, выпилить, короче. Вот эту часть убрать, вот эту убрать, чтобы здесь была кухня с гостиной соединена. Я говорю, зачем она и так большая? Я говорю, можешь вообще снести? Можешь вообще убрать эту стену? То есть, они достроили. Это у них детская. Чтобы вы понимали, коммуналочка здесь, в отличие от нашего дома. Нормальный сельский тариф, три с чем-то. И по деньгам это выходит им очень-очень недорого, в отличие, так сказать, от моего дома. Ну, короче, здесь нормально выходит у них. Если на год перевернуть там цифры. Я не построил, я купил 300 квадратов, да, на свою голову. Ты чего? Ну, дорого. Ну, у меня электрический котел, представляете, он гоняет там все это дело. Даже хотя здесь тепло все равно будет. Понимаете, если они платят, допустим, пять зимой, понимаете, то я плачу 25 за свет. Так, ну, это мои, как бы, головники. Был бы у меня газ, я бы... Это практически осмешанный какой-то, по-нахват, смешанный. Ну, можно дизельный поставить. Дизельный тоже, как бензин сейчас стоит, наверное, тоже дорого, да? Ну, дешевле будет, чем электричество, но все равно нет. Ну, как-то в наших зимах, вот мне просто знакомые... Нет, дизельный топлив, топит зимой, нам застрелили 40 тысяч у него выходит в месяц, зимой на дизеле. Холодную зиму. Да, альтернативы газа все равно нет никакой. Альтернативы газа нет никакой. Все, это их комната. Это их комната, это их комната. Это их комната. Ну, вот, например, как вот, если куда-то выйти прогуляться? Только на машине, да, в центре ехать? Ну, смотря, все зависит от того, что для вас прогуляться. Если вам прогуляться по тропам, то их здесь немерено, а если вам прогуляться по мбутикам, то вам надо в центр. В центр вы добираетесь на автобусе. Что, как у вас здесь досуг проходит? Вот только получается на участке. Слушайте, у меня досуг проходит в 2 часа ночи. Я ложусь спать, потому что я заканчиваю работу. Так поздно. Слушайте, ну, смотрите, сначала была паника, что мы ничего не можем найти, потому что мы жили в Москве, и были проблемы. Мы перепробовали все маникюрные салоны, все ресницы перепробовали, да, Ален? Вот, везде. Мы были на Воровского там за 5 тысяч на маникюре, на ресницах за 5 тысяч. А потом оказалось, что все есть в хосте. Даже пулдэнс есть в хосте, вокруг шеста танцев, понимаете? Все есть у нас в хосте. И джампинг там есть в хосте, и все есть в хосте. И маникюр, и педикюр, и массаж. И причем лучше, чем там за 5 тысяч. А здесь за 3. А здесь за 3. То есть она нашла здесь абсолютно все. И сейчас она из хосты не выезжает вообще. И когда я сказал, ну что... Она утром садится на машину и уехала, да? Нет, она утром садится на автобус, потому что я уже на работе, и доехала до хосты за 5 минут на автобусе, и все. Есть какой-то автобус, да, получается? Конечно, вот же у вас конечная. Вы сейчас будете выезжать. Как где асфальт стоит, где мусорка, это конечная автобус. То есть вам дойти до конечной остановки отсюда вот так вот еле-еле 3 минутки. И все. И все. А в хосте есть все. Вы хосту знаете? Ну, поскольку-поскольку. Была несколько раз, поскольку не знакома. Так вот, вы съездите на улицу Платаново, на улицу Октября, прогуляетесь по набережной, грубо говоря, в хосте. Поймите, что у нас в хосте цены еще дороже, чем в Сочи. То есть там стоит дом, сейчас вы видите, там один он коричневый, вы его не проедете, квартирник. И там ровным счетом за 15 миллионов можно купить вот такую маленькую однокомнатную квартиру. Уже сейчас самый дешевый квадратный метр 350 тысяч за квадрат. Черновой драной квартиры. Это серьезно. Реально. То есть у нас здесь дороже, чем в Сочи. Ну, не дороже, но не дешевле абсолютно. Потому что хоста, она, хотя бы здесь зелень есть, понимаете. Хоста многие любят. Здесь не даром санаторий прогресс для наших сотрудников МВД. Ну, и в принципе, и так далее. Последний, может быть, у вас тут, да? Кто? Мы с видной. У нас здесь хотя бы есть немножко по зелени, всякие там вот эти санатории и так далее у нас здесь есть. Поэтому хоста, она есть хоста. Не знаю. Мне очень нравится. Я вам хочу сказать так, смотрите. Я уже понял, что, примерно, вы ищете там дом с ремонтом и так далее. Сейчас самые дешевые каркасники, без мебели, естественно, без ничего, а это все надо считать. Даже при домовую и так далее. На четырех сотках земли, 3-4 сотки земли, тоже есть в Красноволе, в Илларионовке, цена их на сегодняшний день начинается от 10,5 миллионов рублей. Они пустые. Вот реально, я привожу только клиентов, говорю, ну вы учтите, что вам надо еще примерно миллиона 3 засунуть. Во-первых, это мебель. Это же надо все считать. Реально, это мебель, кухонные гарнитуры, придомовая территория. 3, говорю, 4 миллиона вам надо засунуть. И вам обойдется это. То есть, я занимаюсь домами, вот здесь есть два дома, вот я, один вы знаете, да, второй, вот этот. Ну, этот, понятно, круче, потому что там вот такая земля, а здесь как бы, во-первых, у тебя здесь равнинка, здесь у тебя все равно 15 соток, здесь ступичок, здесь непроездное место. Здесь все равно ближе к конечной остановке, тот дом подальше. Да, и здесь все остается, понимаете? Вообще, они сказали, мы возьмем трусы, носки и уйдем. То есть, они все оставят, ничего не заберут. Вот, ну, как бы, ну, там вот эти личные вещи заберут, а все остальное они оставят. Лучший дом в Сочи из каркасников я не знаю. Реально. Вот, хоть обыщитесь. Я не знаю. Я вам все с удовольствием поехал, показал. Просто я не знаю лучший дом. Просто некоторые говорят, ой, там, мы хотим поближе к центру, там, ну, ребят, хотите поближе к центру, пожалуйста, ну, давайте, 25, там, где-то, что-то, что-то, как бы. Кому что надо. Да, ну, для вот этой локации, для этого места, для этого земли и так далее, какое-то уникальное предложение, потому что земля только одна здесь должна стоить, по идее, даже те же 6 соток, уже 12 миллионов, уже 12. Ну, пускай 10. А дом построим, мебель купи, навес залей, это сделай. Ну, это дорого. Это дорого. Короче, не знаю. Подумайте, что касается дома, вообще пережать не стоит. Люди здесь прожили, по-моему, 4 года. Вот, Таня, которая, да, она прожила, по-моему, 4 года здесь. Вот они достроили вот эту кухонку только себе. И, получается, ну, муж там разбирается, он хоть и моряк у нее там дальнего плавания, он разбирается в строительстве, и он говорит, пожалуйста, любых специалистов приглашайте. А что по дому? По дому все понятно. Вы заходите в каркасник, и если каркасник сделан неправильно, полы ходят вот так вот. И вы, и вы, как бы, они все скрипят там это и так далее, сразу в новом доме. А этот дом 4 года, ну, вот вы ходите, что вы что-то пошли. Я сейчас в квартиру зашел на Митилёва, показывал клиенту, захожу и уже, короче, поплыл вот так. А там, оказывается, подложку какую-то дешевую положили, дешмазку. Вот, пожалуйста, нет проблем. Да любых строителей приглашайте, там, строительную экспертизу, если уж вам надо. Я тоже хотел в свое время сделать свое, потом походил, ну, что, ну, бетон и бетон, все и так понятно. Что они мне скажут? 30 тысяч я решил не выбрасывать. Ну, любая строительная экспертиза, приедет 30 тысяч. Только здесь некуда, правда, забуриваться, смотреть, потому что здесь свайный фундамент. Что, он по нормам делается, он одинаковый. То есть, ну, муж расскажет там более-менее там по нюансам, там, если надо что-то. Реально, ну, я вообще-то не так уж активно его продавал, если честно. Вот, честно. Потому что были дожди, снега. Я один раз привез клиентов, и все. Поэтому, что отвечать на вопрос, почему он не продан? Потому что я его не продавал. Потому что я его не продавал. А так просто, ну, отличный вариант. Я реально бы сюда с огромным удовольствием заселил бы тещу, без задней мысли. И, на самом деле, ну, вообще не стыдно. Просто потрясающий дом, потрясающий участок за эти деньги, блин. Если купить квартиру такой площади, то это минимум 25 миллионов, там, где-то, что-то, что-то, 20, там, ближе к центру. Ну, глупость. На Гагарина продается что у нас? Однокомнатная квартира, 28 квадратных метров за 13 с половиной миллионов. Ну, а здесь, пожалуйста, дом. Ну, я там что-то не понимаю, может, это все осмыслить? Осмыслить? Я же не знаю, место. У меня вообще, в принципе, каркасник, а мне очень нравится. Мне очень старый дом. Видит дышать еще. Не люблю каркасник. Каркасник-то как раз-таки хочет чуть-чуть и дышит. Если вы сейчас про сейчас говорите, то он просто жаркий. Да нет, я просто осматик. Я вообще-то, я... Я просто, когда вот в Подмосковье тоже смотрел долго, ну, как бы, я что-то в каркасниках, я заходила, потом у меня в водруге каркасник. Я у меня спать не могу. Ну, в Подмосковье же все равно холодновато. Холодновато в Подмосковье. Холодновато. Она не в Подмосковье, она каркасник в Астрахани построит. Просто весь вопрос в бюджете, понимаете? Весь вопрос просто в бюджете, да. Когда у человека денег не очень много, а хочет он... Да. Но я для себя поняла, что мне надо дом под реконструкцию, потому что я сама тоже ремонтник в чем-то. Под реконструкцию. Вы имеете в виду бетонный? Можно присесть, может присядь. Бетонный вы имеете в виду? Я не с ним почти закончила. Но здесь вот в Каштанах самый дешевый бетонный дом. Самый дешевый бетонный дом. Не очень, честно говоря, он выглядит, потому что он самый дешевый. 140 квадратных метров с неплохой планировкой. Вот вы сейчас обратно поедете, можно теоретически его посмотреть. Но я думаю, что вам не понравится. В плане он стоит сейчас, там не будет такого участка, вы поймете, что в случае таких участков не найти днем с огнем. Так вот, там 140 квадратных метров, 100 получается, у него там кухня-гостиная, спальня внизу и 3 спальни вверху. 12 500, голый дом, представляете, в который надо вложить 5. Все. Ну 5, не 5. Ну 3, хорошо. 3. Так, если аккуратно и все с умом, и знаю, что где и как. 3. 3. У нас за миллион не делаются ремонты. Вы в Сочи никогда этого не сделаете. Квадратный метр по полу, если считать, сколько вы, от какой цифры знаете? У нас там получается сейчас 30. Нет, ну чтобы сориентировать человек по квадратам. Нет, я просто уже говорю, что дешевле 3 миллионов ремонт не сделать. Просто мы когда заехали, мне жена говорит, ой, за миллион сейчас мы сделаем. Я говорю, Кать, мы не в Москве. Какая квадратура? Ну, мы просто даже про один этаж даже говорим. 120 даже. Да, она говорит, я говорю, какой? Нет. У нас за 30 тысяч дебелью техники в ремонт в Москве до сих пор получается. Нет, здесь вы что? Здесь вы что? От 22 тысяч... Я понимаю, что заметно, но тем не менее, он правильно говорит, если дом 100 квадрат и 25-30 тысяч, это уже 3 миллиона рублей. Да, 3 миллиона. А у вас 140 там квадрат, я же говорю, ну я же знаю, я строю. Каждый день, я сейчас приехал, строитель, у меня там подпорную стену делают. Я же, ну у меня, это стройка. То есть, в первую очередь, для того, чтобы что-то купить, вам надо понять бюджет. То есть, вы что-то когда должны прийти и сказать там ребятам, да, я хочу, у меня есть там 15 миллионов, а хочу я, ребята, бетонный дом. И поставить им, допустим, задачу, каркасники, я не хочу, я хочу бетонный дом. Ищите. Бетонный дом, они с ремонтом, нормальный, хороший дом, в который вы заедете с удовольствием, они вам не найдут в Сочи. Но найдут какой-то старенький дом, типа полудом, полудача, что-то такое, бетонное, да. Но это будет что-то классическое, такое, ну одноэтажное. Каждый день у вас не строят из бруса? Редко, редко строят из бруса. Нет, типа из-за влажности какие-то моменты. Любители, в основном, люди для себя, кто делает и потом принимают решение продавать, то да. Крыму очень редко, редко. Типа из-за влажности. Но на самом деле здесь нормально, дома из бруса и из-за цендронного брюна стоят. Но здесь принято строить из керамзитоблока, из газоблока, из всего бетонного, да. Это заполнение, в основном монолит. Да, 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 заполнение, конечно, заполнение, да, монолит, да, а потом керамзитоблочное заполнение. Вам нужно решить, что вы хотите. И после того, как вы решите, что вы хотите, вам поставить задачу. Но надо ставить эту задачу соразмерно тому, что происходит на рынке. А на рынке, опять же, вы поездите, посмотрите, может быть, вы еще как-нибудь вернетесь. Потому что здесь вы можете, например, теоретически, жить спокойненько, что-то, что-то. Деньги есть? Да, пожалуйста, ну, построите еще себе дом. А это там сделайте гостевым, там, ну, проблем нет. Ну, построите здесь дом, у вас 6 соток земли, можете хоть 2 дома сделать. Ну, это уже нюансы. Решайте, думайте, я желаю вам удачи, подбирайте. Ну, здесь непросто. Здесь каждое жилье в Сочи имеет свои нюансы. Абсолютно каждое. За 100 миллионов рублей, за 200 миллионов рублей и за 10 миллионов. Но место это хорошее. Ну, вообще. Нет, он вроде получит этот... Спасибо, да, я все подключаю. Спасибо. Расскажи, семья, посекре... Ой, какое красивое море, какое красивое море, какой красивый закат сейчас будет. Дайте покажу вам, подождите. Если вы сейчас увидите что-нибудь, конечно. Я еду, еду в сторону Мамайки, у меня там встреча, смотрите, как... Вы не узнаете, увидите, не увидите, хотя бы кусочек сейчас я выйду, подождите. Может быть, вы посмотрите. А я с вами хотел посекретничать, думаю, пока еду в машине, сейчас немножко посекретничаю по поводу этого показа с вами. Все-таки живы моя семья, смотрите, красота. О-о-о-о! Такая гладь на море сегодня, вообще красота, солнышко. На днях опять обещают дожди. Опять ситуация будет непредсказуемая. Вот так вот, пожалуйста, спасибо. Спасибо, кто сказал, будь здоров. Так, господа, ну что, сейчас поставлю телефон обратно, и мы с вами посекретничаем. Так, по поводу вот этого показа сейчас нашего дома, да, в каштанах, каркасно-счетового. До последнего момента, пока человек не начал изъясняться, и в конце уже самом видео говорить что-то, не было понятно, потенциальный это клиент или не потенциальный, потому что коллеги привезли клиента на показ, это клиент не мой. И я вам хочу сказать, что когда она начала что-то говорить, я сразу понял, что это не покупатель. И я такого бы клиента больше, чем на один объект не повез бы. Объясню почему, потому что я бы не стал тратить своего драгоценное время, я лучше для вас видео какие-то поснимаю или поработаю с потенциальными своими клиентами. В данном случае, данная женщина, мое искреннее ее уважение, но она не покупатель и не клиент, по крайней мере не мой, объясню почему. Она не определилась абсолютно, что она хочет. То есть, любой человек, который покупает недвижимость, тем более в Сочи, он должен понимать, я хочу дом или нет, я хочу квартиру. Нельзя одновременно хотеть и дом и квартиру, если у тебя бюджет, допустим, там 15 миллионов рублей. Это раз. Ты должен понять, что у тебя в приоритете и что ты смотришь. Дальше. Ты должен понять, какой ты хочешь дом. Каркасно-счетовой дом, дом из бруса, дом из ацентрированного бревна, либо дом ты хочешь исключительно монолитный, с керамзитоблочным заполнением, не знаю, с крымским ракушатником и так далее. То есть, сначала основа, дом или квартира. Потом уже из чего этот дом построен, какой технологии построен, сколько соток земли. Три, мне допустимо, или пять, или только 15. Она еще не понимает вообще. И вот она приехала чисто на экскурсии. Она не понимает, где находятся каштаны, что такое хоста, что такое Сочи, где какие районы. То есть, она приехала просто, чтобы риелторы ее покатали, познакомили. Бесплатная такая экскурсия, бесплатный такси и так далее. Вот она, я уже понял, ей несколько раз там потом позвонили после съемки, а на одни встречи она сначала другим. То есть, это все бесплатные экскурсии. Это не покупатель. Я таких людей вижу, в принципе, ни одного дня достаточно, чтобы понять, покупатель это или не покупатель. Хотя был у меня опыт, когда я неделю возил клиента, который неделю мне приседал на уши, что он действительно собирается покупать две квартиры, а потом оказалось, что он просто изучал с моей помощью районы, места и так далее. И пытался каким-то образом выйти на собственника. Впереди камера на 60. Это нереально абсолютно выйти на собственника, потому что все равно везде продают все риелторы. Поэтому вы вместе со мной уже потихонечку начинаете разбираться, кто покупатель, кто не покупатель. И у меня как бы просьба. Если вы когда-то захотите купить недвижимость в Сочи, сформируйте, пожалуйста, свои желания. Желательно на бумаге. И донесите их до меня, что у меня столько-то денег, и я хочу себе купить такой-то объект недвижимости. Семельный участок, соответственно, дом, либо квартиру. И сколько это уже потом будем по функциональности каждого, так сказать, вашего объекта разговаривать. Это очень важно, чтобы не тратить ни ваше время, ни наше время, ни наших коллег время и так далее. Потому что любое время, оно все равно, это наша жизнь и это деньги. Лучше это время провести с семьей, или где-то на природе, или в конце концов с другим клиентом, который понимает, что он хочет. Я хотел до вас это донести. И рассказать, что вот такое встречается день через день. Коллеги таких клиентов откатывают, бывает, месяцами. Тратят свои личные деньги, время и ничего им не продают. Я, ну зачастую, мне хватает одной встречи, чтобы понять, насколько это потенциальный покупатель, или это просто человек приехал на бесплатную экскурсию, да. Если мне человек наберет любой из вас и скажет, Дим, я приезжаю в Сочи, выдели полдня, давай съездим куда-то на водопады, покажи какой-то район, я покажу. И денег даже на бензин не возьму, потому что вот мне передачки говорят, давай мы машину заправим. Я говорю, не надо. Я говорю, я же езжу, какие проблемы? Вот. Но если человек как бы вот так поступает, типа он покупатель, а на самом деле он не покупатель, это не очень хорошо, не совсем правильно. Просит через полтора километра, держитесь правее. Вот, ребят, все, на этом как бы подытожим, на этом как бы закончим. Это была такая не запланированная онлайн съемка типа показа, да. Опять же, многие не любят сниматься, когда показывают, многие не хотят этого и так далее по разным причинам. Вот, все, я вам желаю счастья, здоровья, любви. Уже у нас пол пятого, никаких видео поснимать не успею. Проведу несколько встреч с потенциальными покупателями, обсудим какие-то модификации домов, что они хотят, сколько соток земли и так далее. И на этом на сегодня закончим. Еду опять из Каштана в Сочи, потом опять буду монтировать видео, потом поеду опять в сторону дома, потом где-то в 2 часа ночи опять усну, потому что... Через 500 метров, держитесь правее. Я вас обнял, счастья, здоровья, любви. Главное в этой жизни не болеть. Главное не болеть. Пока, ребят. Приехал на Мамайку, у меня будет сейчас встреча здесь с одним из потенциальных покупателей. И еще одна немножко в ленту вам сегодняшней погоды. Потрясающий, реально потрясающий. Спокойствие, тишина, штиль, красота, прозрачная водичка. Просто сказка. Успокоить нервы. Успокоили? Ну все, давайте за работу.